Здравствуйте, уважаемые слушатели! Продолжаем изучение лекции номер 6. В прошлом занятии мы изучали часть третью, посвященную промышленным теплообменным аппаратам смеевикового типа. Сегодня мы будем изучать часть четвертую, смеевиковые теплообменные аппараты. В ходе части четвертой данного лекционного занятия будут рассматриваться следующие основные вопросы. Особенности течения жидкости в изогнутых каналах, особенности течения теплообмена в изогнутых каналах, конструкции смеевиковых теплообменных аппаратов с цилиндрическими смеевиками. Также выбор геометрических характеристик. Особенности течения жидкости в изогнутых каналах. В технике часто встречается теплообменный аппарат, в которых один из теплоносителей протекает в изогнутом канале. При движении в таком канале в жидкости возникают центробежные силы, которые создают поперечные течения циркуляционные токи, так называемую вторичную циркуляцию. В результате возникает сложное движение жидкости по винтовой линии. С увеличением радиуса R влияние центробежного эффекта уменьшается и в пределе при прямой трубе исчезает при R снимающейся бесконечности. Вторичная циркуляция может наблюдаться как при туркулентном, так и при ламинарном течении, о которых мы говорили в предыдущих лекциях. В последнем случае имеет место упорядоченное движение жидкости со сложными траекториями, не смешивающихся между собой струек. Под воздействием массовых сил в поперечном сечении потока возникают вторичные течения в форме парного пихря. Направление вращения жидкости в замкнутых контурах определяется направлением действия массовых сил. Благодаря наибольшей скорости осевого движения потоком центральной части трубы здесь возникает наибольшая центробежная сила, которая заставляет перемещаться частицы жидкости от оси изгиба трубы к периферии. При этом вблизи стенок, лежащих в плоскости изгиба, возникают обратные токи к оси изгиба. При течении жидкости через криволинейные трубы и каналы возможны ламинарные, ламинарные с макро-рехреби и турбулентные режимы течения. Также на данном слайде вы можете наблюдать рисунок, где Т большой – это диаметр непосредственного змеевика, а Т малая – это внутренний диаметр трубы. Экспериментально доказано, что вторичная циркуляция в винтовых змеевиках возникает при числах Рейнольдса больше некоторого значения, определяемого по формуле, которое вы видите на экране. Переход к закономерностям турбулентного режима наступает при числах Рейнольдса при данной формуле, точнее по данной формуле. Где Т малая – это внутренний диаметр трубы, Т большой – это средний диаметр спирали змеевика. Таким образом, при значениях числа Рейнольдса номинально меньше 11,6 имеет место в ламинарной течении без вторичной циркуляции. При значениях числа Рейнольдса больше 18500 имеет место развитый турбулентный режим со вторичной циркуляцией, и расчет теплодачи производится по данной формуле, где α – это коэффициент теплодачи, который определяется по соответствующему критериальному уравнению для трубы. ε с индексом D большой – это поправочный множитель, определяемый по формуле ниже. Центробежная сила увеличивает коэффициент теплодачи змеевика по сравнению с теплодачей. Инденсификация теплообмена с помощью вторичных течений, обусловленных искривлением канала, с точки зрения энергетических затрат, часто оказывается более целесообразной, чем достижение того же эффекта за счет увеличения скорости. Так, для исходной системы, числом района С-104, увеличение коэффициент теплодачи в 1,3 раза вследствие изступления трубы сопровождается увеличением энергетических затрат на перемещение жидкости в 1,37 раза. В змеевиках действие центробежного эффекта распространяется на всю дулю трубы. На данном слайде показаны змеевики, выполненные из орибриотных труб. На данном слайде вы видите конструкцию змеевиковых теплообменных аппаратов с цилиндрическими змеевиками. На данном слайде представлен змеевиковый подогреватель, питательную воды котлов. На данном слайде представлен змеевиковый судовой охладитель масла, гель-литию или Англия. На данном слайде представлен бытовой змеевиковый водоподогреватель. Схема змеевикового теплообменного аппарата фирмы ЖАЭПСО, изготовленного в США. На данном слайде представлены хладоновые теплообменники разной марки. Буквой А он с обозначен. Хладоновый теплообменник марки ТФ20М с одним змеевиком. Буквой Б у нас обозначен. Хладоновый теплообменник марки ТФ70Б с двойным змеевиком. Диаметр змеевика в зависимости от размеров корпуса поднимается от 200 до 2000 мм, а наружный диаметр труб от 14 до 75 мм. Из теплового расчета при известных площади и поверхности теплообмена диаметре змеевика и трубы определяется длина труб змеевика, число веков, также высота змеевика. Кроме цилиндрических теплообменных аппаратов применяются змеевики плоской формы, в которых трубы загибаются не по металлинии, а по спирали Архимеда. Предварительное определение внутреннего диаметра цилиндрического кожуха может быть сделано из эмпирической формулы, которую вы видите на экране. Также живое сечение потока газа рассчитывается по формуле, которая представлена ниже. Общая длина спирали определится как суммарная длина полуокружности всех ее веков по данной формуле. Зазор между спиральными и змеевиками по высоте принимается равном от 13 до 15 мм, ведь выдерживается с помощью дистанционных гребенок и полос. Из части 4 данного лекционного занятия можно сделать следующий вывод. Были рассмотрены особенности течения жидкости в изобранных каналах. Были рассмотрены особенности теплообмена в изобранных каналах. Исследованы конструкции змеевиковых теплообменных аппаратов с цилиндрическими змеевиками. И рассмотрим выбор геометрических характеристик плоского змеевика. Итак, часть 5 змеевиковых теплообменных аппаратов данного лекционного занятия будет посвящена следующим вопросам. Витым теплообменник. Спасибо за внимание.